Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ну а сегодня, чуваки, мы немного отвлечёмся от Сампо, и я расскажу вам про самую хуёвую партнёрскую программу в мире, к которой никому никогда я бы не посоветовал подключаться вообще, а имя её Юла. Так вот, чуваки, я подключился к этой партнёрской программе в году, так, наверное, 2015-м, и моей радости не было предела. И я подумал, угу, я могу зарабатывать деньги с того, что я делаю, как же это классно. На деле, за все два года, или три, или, ну, по-моему, всё-таки три года сотрудничества, потом они меня отключили от своей партнёрки благополучно, или мы с 2016 года сотрудничали, но это не важно. По итогу, за все годы я заработал чуть больше 10 долларов, чтобы вы понимали. И дело в том, что партнёрка — это абсолютно невыгодная вещь на Ютубе. Сейчас я вам расскажу, почему. Во-первых, партнёрка вам никогда не поможет ни в чём. И, во-вторых, она не обладает никакой юридической силой, в принципе, на Ютубе. То есть, партнёрка — это то же самое, что корпоративный аккаунт от Сенса, просто к которому подключены миллиард каналов, и вся реклама делится между ними. Просто вы понимаете, партнёрские сети, они что делают? У них нету каких-то вот рекламных приложений от Гугла. То есть, у них нету тех рекламодателей, которые есть у Гугла. Они вынуждены сами искать рекламодателей, и этих рекламодателей делить между всеми ютуберами. Естественно, те, у кого больше подписчиков, получают больше рекламы. А те, у кого, ну знаете, тысяча, не получают её совсем. Таким образом решаются заработка. Так, допустим, вот когда я был подключён к партнёрской программе от Юлы, то у меня было примерно там около, ну там в месяц, вот когда я выкладывал ролики каждый день, у меня было 70 тысяч просмотров. А знаете, сколько у меня было коммерческих просмотров? Три тысячи. То есть, наверное, можно предположить, что многие люди смотрели с адблоком. Однако же, когда я подключился к Google AdSense, у меня коммерческих просмотров 30 тысяч. Охуеть, да? Что это? Это магия какая-то? Или что? При том, чтобы вы понимали, обычных просмотров у меня было 60 тысяч. То есть, меньше даже, чем было вот когда я был подключён к Юле. При этом коммерческих у меня воспроизведений, их было на порядок больше. Да в смысле на порядок, в несколько, блядь, раз. И дело в том, что партнёрка забирает 30% твоего заработка просто ни за что. Многие к ней подключаются, потому что там есть возможность вывода на Киви. Но, блядь, проще накопить 100 долларов, которые ты накопишь намного быстрее, подключившись к прямой партнёрке от Google, чем бы ты вот просто подключился к Юле или к любой другой партнёрской программе. Дело в том, что партнёрская программа, она абсолютно нихуя вот, блядь, не помогает. Либо я, маленький ютубер, и мне не хотели помогать. Когда у меня был страйк от Луняши, мне нужно было быстрее подать апелляцию. И я написал везде, блядь, где только можно было. Сука, я, блядь, я просто, я флудил вот всем вот этим вот людям, отвечающим за авторские права вот в этой партнёрке в моей. И по итогу я оформил всё это заявление, всю эту апелляцию сам, блядь. И по итогу видос мой разбанили. А партнёрка мне ответила спустя два дня, как я оформил вот встречное уведомление. Чтоб вы понимали. И это, это просто пиздец. Знаете, что они мне тогда ответили? Они ответили, типа, мгм, если у вас страйк, то вам нужно подать встречное уведомление. Я такой, типа, а я отправил уже встречное уведомление. Они такие написали три точки и написали, хорошо, хорошо, типа, ну всё, ждите теперь. Пиздец, и вот за это они берут, блядь, 30 процентов. Просто чтоб вы понимали, как работает доход на Ютубе. Вот, есть у нас условная тысяча коммерческих просмотров. За эту тысячу коммерческих просмотров ты получил, ну скажем, 10 долларов. Эти 10 долларов делятся напополам с Ютубом. То есть 50 процентов Ютубу, 50 процентов тебе. По итогу, ты получил 5 долларов. Из этих 5 долларов партнёрка забрала у тебя 30 процентов. То есть, вы понимаете, от ваших 50 процентов, которые изначально были заработаны от Гугла, партнёрка забирает 30 процентов. И вам оставляет только 20. Это пиздец. Это, это настолько, блядь, охуеть, что я не знаю, как вообще люди подключаются к этим партнёркам. Я думал, вот я когда подключился к партнёрке, я думал, ладно, забираю 30 процентов. Но если вдруг, что, если вдруг у меня какой-то страйк, они мне помогут. Да хуй там плавал, блядь, они нихуя не помогают. Они сказали, вам нужно отправить встречное уведомление. И отправили мне, блядь, 4 скриншота, где вот принтскрином вот этой вот стрелочкой наведено на поле, вот где написано ваше имя, там написано, напишите ваше имя. А потом стрелочкой навели ваш адрес, напишите ваше реальное адрес, написано. Всё, это вся, это вот все 30 процентов, блядь. Да что пойти вам 30 процентов поперёк горла встали. Хуесосы, вы чё, блядь. Просто ты, я, ладно бы, блядь, 5 процентов, 10 процентов куда не шло. 30 процентов, блядь, от дохода. Вы чё, почему вы забираете больше, чем зарабатываю, блядь, я? То есть, если вы не понимаете, почему они забирают больше, чем зарабатываю я, я заработал 10 долларов, Ютуб забрал у меня 50 процентов, у меня 5 долларов. Из этих 5 долларов, из этих вот 5 долларов, которые по факту являются 50 процентами от всего моего заработка, они забирают себе 30 процентов. И мне оставляют 20, при этом они нихуя не помогают. Просто вот нахуя быть подключённым вот к этим всем партнёрским программам. И если даже вот в свободной группе этой Юлы спросить, блядь, у людей, а нахуй быть подключенным к этой партнёрке? То есть, если можно подключиться к прямой партнёрке от Гугла, и у тебя будут все те же преимущества, понимаете? То есть, никто не может ответить. А партнёрка, она вообще вот такие вот все отзывы и там прошения, как только люди начинают подозревать, что это лохотрон, она это сразу чистит, сразу удаляет. Потому что партнёрке не нужны вот такие вот прямые отзывы. Это, это, блядь, это я просто не понимаю. Партнёрки, это, блядь, на Ютубе, это развод 21 века. Это охуеть. Вот просто ты приходишь такой в банк, да? Тебе говорят, смотри, значит, зарплату ты будешь получать через нас. Ты такой, хм, классно, наверное, у вас там кэшбэк, вся хуйня. Они такие, стой, стой, подожди. Смотри, изначально ты за свою зарплату платишь налоги там. То есть, ну, все вообще налоги ты там заплатил, да? А мы у тебя из той вот чистой твоей зарплаты, из уплаченных налогов, мы у тебя забираем 50%. И тебе оставляем только 50%. Ну, или даже не 50%, а вот мы забираем у тебя от твоей зарплаты 60% и 40%. Но при этом у нас есть вывод на Киви. Пиздец, да подключи ты, блядь, себе рапиду. Через неё выводи на Киви. Это ж, это проще всего, или там счета в банке сделай, или, блядь, на расчётный счёт в банке перечисляет Гугла. Ну, это ж пиздец, блядь, там 100 долларов нафармить, это нихуя не сделать. Я, я просто, я, блядь, не могу понять. То есть, ну вот, если мне в комментариях кто-то объяснит, нахуя подключаться к этим партнёркам, я, блядь, я пойму. Но вот сейчас я просто, вот, не могу понять, нахуя. То есть, единственное, наверное, что было классно от этой ЮЛЭ, это то, что мне дали VidaIQ Pro. Бесплатно. Но, блядь, этот VidaIQ Pro и VidaIQ Boost, он ничем не отличается от VidaIQ Basic, от обычного VidaIQ. Понимаете? То есть, там вообще, то есть, если ты шаришь немного в SEO-оптимизации, в SMM, ещё в чём-то, это несложно прошарить, вот там, паранжированным тегом и так далее. Это несложно сделать. И при этом, то есть, блядь, VidaIQ Pro, пиздец, за 30% от заработка, вы, блядь, меня ограбили, суки. Вы, блядь, меня ограбили на протяжении двух, там, трёх лет, сколько мы с вами сотрудничали. Вам это просто так, блядь, с рук не сойдёт, вы чё, суки. Вы, блядь, меня наебали на бабки, блядь, суки. И я всем, блядь, расскажу, что ваша партнёрка говно, блядь. Ещё и людей сейчас начали отключать, блядь, от неё ни за что. За что людей-то, блядь, отключайте, суки. Пиздец, блядь, пиздец. Вот я, если бы вот эти, там, три или сколько лет я не был подключён к этой партёрке, я уверен, я бы 100 долларов нафармил спокойно с этих просмотров. Это, блядь, я просто, я вот проебал деньги. А они у меня эти деньги ещё и своровали, суки. Вам, блядь, не стыдно? У начинающих, начинающим бы хоть людям какую-нибудь ставку по процентам поменьше сделали, но нет. Мы ставку по процентам будем делать людям, которые уже достигли чего-то, там, миллиона подписчиков и так далее. И если вы не знали, чем больше у вас подписчиков в вашей этой вьюле, блядь, тем, вернее, на ютубе, чем у вас больше подписчиков, тем меньше у вас процент, который с вас берут вьюле. И, по идее, должно же быть наоборот. Типа, у людей, которые большие, у них же дохуя денег, они могут себе позволить 30% платить, но когда, сука, тебе приходит 1 доллар, блядь, и из этого 1 доллара у тебя 30% забирают, это, блядь, извините меня, но это пиздец, блядь. Вы чё, суки? Вы чё, блядь? Вы меня наебать решили? Вы чё, блядь? Сука, пиздец, я, блядь, всех сагитирую из вашей вот этой партнёрской программы уйти. Ты, блядь, пиздец, нахуй, просто вот нихуя. Просто приходят к тебе, говорят, а ты подключи, блядь, партнёрку. Ты спрашиваешь, ммм, а нахуя? А тебе, говорит, она нихуя, просто вот там помощь тебе будет, это, конечно, всё пиздёшь, никакой помощи не будет. Да ты подключись, ты подключись, ты нам 30% отдавать будешь от своих 50, блядь, а нам в целом похуй. Пиздец, и вот когда начинаешь разбираться во всём этом, типа, ебать, у меня, мы с ютубом делим поровну, и вы у меня ещё 30%, за что, блядь? За что? За скриншоты вот эти, принтскрин, блядь, вы мне отправляете? Вы чё, суки, блядь? Вы чё, вы охуели, что ли? Пиздец, блядь, такое говнище, кто в этой юле состоит, блядь? Отключайтесь срочно. Нехуй, блядь, кормить хуесосов, которые нихуя не делают. Пиздец, блядь, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Отключайтесь от юлы, если вы это ещё не сделали, если вас самих не отключили от этой, блядь, блядской машины по выкачиванию денег. Просто всё.